поехали доброе утро дорогие мои телезрители канала афонтова и россияне которые подписываются на мой канал на ютюбе голова садовая тетя таня сегодня я вас немножечко ну удивлю наверное мы будем говорить о малине а слышу все слышу опять малина лучше бы про картошку и про картошку скажем только в следующей программе а почему про малину сейчас узнаете вот что у меня в руках правильно кора а почему кора потому что малине надо обеспечить питание и нет ничего лучше чем гнилые ветки палки досточки и конечно в первую очередь кора в принципе любого дерева почему именно кора смотрите здесь береста с этой стороны это березовая кора а здесь вот она кора это именно то место где проходят все питательные вещества то есть насыщена настолько питанием а мы же кормим бактерии как вы понимаете а бактериям нужно именно питание так вот кора несет эту функцию и ваша задача накормить малину мы это начинаем делать с осени весной поздно уже метаться будет потому что она сейчас должна поесть так чтобы у нее были силы и на рост и на плодоношение малина выглядит великолепно видите да бог мама дорогая трехметровые веточки есть поменьше но она еще не доросла на еще весной продолжит свой рост и глядя на нее конечно она чистая у нее листья совершенно здоровые на стволиках правда есть в некоторых местах пятна темные сначала розовые потом темные но это все легко исправить бордовской жидкостью малина одна из последних сбрасывает листья и ваша задача состоит в том чтобы успеть ее до середины сентября обработать бордовской жидкостью внимательно слушайте потому что это очень важно потом она сбросит листья вы видимо убираете все листья да давайте не будем этого делать давайте вот смотрите как растет у меня малина вот поглядите здесь и палочки здесь куски досточек а сейчас туда добавится кора и и конечно нужно как-то разломать потому что в таком виде как она есть такими лаптями нежелательно бы ее укладывать все-таки вот фракция ну вот такая хотя бы все это очень быстро сгниет чем доставит малине огромную радость ну поломайте и вот такими кусками уложите я хочу вас спросить мне такой есть один плохой вопрос вы зачем копаете землю под малиной вы чё совсем уже что ли у нее ж корни поверхностные вы же поранить и и все она у вас не только расти не только плодоносит на и расти перестанет при этом поэтому вот именно это питание обеспечит малине то что вы хотите а вот тут есть еще старые стволики малины я не обрезаю под самый корень потому что вот это все тоже доставит малине удовольствие видите они легко прошлогодние нынешние не выломаются а прошлогодние очень легко вы ломаются и вы их оставляете здесь же вот что дала природа то и вы должны отдать растению секрет это никакого нету но надо помнить что это все экологически чистое питание но при этом учитывая что в карета там есть до все минеральные соединения но ведь малина растет много лет а у нас у садоводов принято ее вечно на одном месте держать бабушка с дедушкой посадили 50 лет назад так она 50 лет и мучается но я в принципе не против если малина хорошая ну поесть то ей дайте микроэлементы ей не противопоказаны и основные удобрения рано весной вы все-таки должны прийти сюда с мочевиной и разбросать из расчета столовая ложка на квадратный метр вот она у меня посажена в такие ромбики видите все очень хорошо то есть обрабатывается но она иногда вылезает за пределы ромбиков то есть это все немножко меняется но тем не менее это малина это шапка мономаха она очень мало дает корневых отростков очень мало поэтому и растет она в принципе в одном месте не расползаясь никуда но при наличии питания она естественно концентрирует все свои почки замещения новые побеги именно вот в этом квадратике если вы ее кормить не будете она поползет по всему саду и огороду что чаще всего и случается и вы в недоумении а чего это у меня малина то ползет да есть она хочет вот и все определите ей место где она будет расти ну конечно несколько лет это как минимум может лет через десять здесь на этой делянке будет расти что-то другое но пока эта малина она здесь растет недолго ей всего наверное ну лет пять от силы и она только к четырем годам как-то разрослась как-то не мучает она соседи своими побегами чему я очень рада несказанно и если кормить значит и все будет находиться под ее приствольными кругами ну продолжим разбрасывать укладывать то есть сказать по-русски видите какая прелесть вот здесь кора она уже подгнила значительно прямо но вы должны положить столько чтобы и малина понимала и вы понимали что вы доброе дело сделали на сто процентов ну можно рубить конечно вот это вот это вот очень тяжело снимается в принципе вот все что есть вот на этой бересте нужно конечно снять это нужно посидеть не так как я это делаю посидеть отделить все это разрубить естественно поперек хорошо ломается посмотрите сколько сыпалась все туда все как положено вот так вот и чем больше вы положите таких вот остатков коры тем лучше естественно малина конечно она не очень капризна предпочитает в принципе любые почвы ну и такая кора как от сосновых там этих бревен дров она тоже годится она кисловато слегка но малина любит кислая поэтому тут проблем не возникнет никаких я надеюсь что вы все увидели и все услышали давайте-ка девочки напрягаться и если у кого-то есть возможность заехать на какую-то лесопилку нагрести любой коры любой повторяю сделайте это и засыпьте все что находится под стволами под стеблями малины ну на этом все пока аривидерчи